Всем привет! Каждый человек обладает определенными странными привычками, которые могут быть не совсем понятны его окружению. Кто-то, например, встает утром исключительно с левой ноги, а кто-то отказывается носить вещи определенного цвета. И гении совсем не исключение. Каждый из величайших умов человечества мог похвастать своими причудами. Причем в некоторые даже с трудом верится. Что ж, давайте узнаем, насколько странными могут быть гении. Поехали! Альберт Эйнштейн Один из самых знаменитых ученых мира. Эйнштейн — автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии, публицистики. В общем, невероятно талантливый человек. Он разработал несколько важных физических теорий, но при всем этом почему-то не носил носки. По одной из версий, эта привычка появилась у знаменитого физика еще в юности, когда он решил, что большой палец так или иначе проделает в носках дырку. Другие исследователи утверждают, что подобные чудачества начались после того, как великий ученый овдовел и перестал тщательно следить за собой. Почему-то в первую очередь отказавшись именно от носков и перейдя на сандалии. И даже судьба мозга Эйнштейна оказалась со странностями. После того, как ученый скончался, его мозг был извлечен и сохранен патологоанатомом Томасом Харви. Харви сфотографировал орган под различными углами и затем разрезал его на приблизительно 240 блоков и сохранил в формалиновом растворе. И в этом не было бы ничего необычного, если бы Эйнштейн при жизни дал на это прямое разрешение. Получается, что мозг великого физика был буквально похищен и хранился у Харви целых 30 лет, прежде чем, наконец, был исследован. Кстати, данные, полученные учеными, показали, что области мозга Эйнштейна, ответственные за речь и язык, уменьшены, а области, ответственные за обработку численной и пространственной информации, наоборот, увеличены. Что ж, довольно логично. При этом общий вес мозга гения оказался на 200 граммов меньше, чем у обычного взрослого мужчины его возраста. Пожалуй, о странностях Сальвадора Дали знают очень многие, ведь его с легкостью можно назвать одним из самых эпатажных художников всех времен. Для того, чтобы перечислить все удивительные поступки гения, потребуется очень много времени. Но нам кажется, что хватит и нескольких, чтобы оценить весь масштаб. К примеру, Дали оформил опеку над муравьедом из парижского зоопарка и однажды устроил прогулку с животным по улицам города. Сохранились даже фотографии этой прогулки. Правда, муравьед не был домашним животным знаменитого художника. Зато дома у Дали обитал оцелот – хищное млекопитающее семейство кошачьих. Однажды художник дал интервью, сидя на дереве, а на международную выставку сюрреалистов в Лондоне он пришел в водолазном костюме, держа в одной руке бильярдный кий, а в другой – двух русских вольфхундов. Со слов Дали он хотел показать, насколько глубоко погружается в человеческое подсознание. Сальбадор был уверен, что сны набивают ему сюжеты для картин. Был у художника один трюк – он садился на стул, зажимал в руке тяжелый ключ и пытался уснуть. Дали слегка засыпал, хватка ослабевала, и от удара ключа он открывал глаза и успевал запомнить мимолетное сновидение. И, судя по картинам, такой способ действительно работал. И даже после своей кончины Дали продолжал чудить. Он завещал похоронить себя так, чтобы по его могиле могли ходить люди. В итоге тело художника замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерос. И теперь каждый день по его могиле ходят сотни посетителей. Творения великого итальянского художника и скульптора известны многим. Взять хотя бы сотворение Адама. Но вместе с гениальностью Микеланджело отличался еще и довольно необычным поведением. Даже для своего века. Он был безразличен к еде и питью. Ел больше по необходимости, чем из удовольствия. И часто спал в своей одежде и сапогах. Нет, серьезно. Ренессанс ренессансом, но это уже перебор. Микеланджело мог работать целыми сутками и засыпать там же посреди красок пыли и грязи. Отношения с гигиеной у мастера тоже были довольно натянутыми. Да и людей он не жаловал. Даже смерть родного брата не заставила Микеланджело горевать. Впрочем, вся эта нелюдимость в нем прекрасно сочеталась с талантом поэта. После себя Микеланджело оставил не только скульптуру и живопись, но и более трехсот очень чувственных стихов. Исаак Ньютон О достижениях Исаака Ньютона, пожалуй, знают даже те, кто не особенно силен в физике. По крайней мере о том, что именно он открыл закон земного притяжения. И, как в случае с остальными невероятно известными фигурами прошлого, существует много историй о странностях Ньютона. Говорят, что, несмотря на свою гениальность, он был невероятно рассеянным человеком, поскольку все время пребывал где-то в глубине своих размышлений. Так, например, однажды Ньютон принимал у себя друзей. Чтобы их угостить, он отправился в комнату за вином. Гости ждали и ждали, а хозяина все не было и не было, хотя прошло уже неприлично много времени. И дело вовсе не в отсутствии гостеприимства или в том, что гости внезапно надоели ученому. Как оказалось потом, зайдя в свой кабинет, Ньютон задумался о своем очередном труде. Затем его осенила какая-то идея, и великий физик попросту забыл о том, что в соседней комнате его вместе с вином ожидает компания. Согласно одной из версий, именно эта невероятная рассеянность ученого привела к пожару, в котором погибли многие его рукописи. Якобы Ньютон забыл погасить свечу на столе. Однако другие исследователи утверждают, что причиной того пожара была собака, которая опрокинула лампу. Никола Тесла Современники биографы считают Теслу человеком, который изобрел 20 век. Ранние работы этого ученого проложили путь современной электротехники, а в США по известности Тесла может конкурировать с любым изобретателем или ученым за всю историю человечества. Однако даже несмотря на популярность, мало кто знает, что у Теслы хватало особенностей. К примеру, ученый панически боялся микробов, постоянно мыл руки, и в отелях требовал до 18 полотенец в день. 18! При этом он соглашался заселиться в отель только в том случае, если номер его апартаментов был кратен цифре 3. Почему? Честно сказать, понятия не имеем. Если во время обеда на стол садилась муха, Тесла заставлял официанта принести новый заказ. Несмотря на то, что ученый отдыхал всего 4 часа в день, при этом только 2 тратил на сон, он отличался невероятной энергией. Например, прогуливаясь по улице, он мог во внезапном порыве сделать резкий прыжок и частенько наизусть читал Фауста Гёте. Пифагор Греческий ученый Пифагор был весьма противоречивой натурой. С одной стороны, этот человек стал одним из основоположников всей математики, а с другой, что ж, был довольно странноватым. И хотя не так уж много источников, по которым можно делать выводы, поскольку Пифагор жил еще до нашей эры, кое-какие факты все-таки дошли до современности. Например, то, что ученый создал нечто вроде собственной религии с особенными правилами и даже последователями. В принципе, из этих правил можно выделить два основных. Переселение душ существует, а самое большое зло на Земле — это бобы. В смысле, самые обыкновенные бобы. И причины, почему их стоит обходить стороной, называют самые разные. Так философ Диоген допускал, что Пифагор велел воздерживаться от бобов, ибо от них в животе сильный дух, а стало быть, они более всего причастны душе. Ну, такая вот древнегреческая логика. Бетховен Если верить слугам великого композитора, которые никогда не упускали возможность рассказать о нем какую-нибудь историю, Бетховен был тем еще чудаком, особенно с учетом его известности. Только представьте, вы знаменитый композитор, ваши сочинения широко издаются и пользуются невероятным успехом. Вас приглашают исполнять музыку самые влиятельные люди вашего времени. В общем, вы звезда своей эпохи. Один на миллиард. Наверное, вести себя тоже будете соответственно. О, только не Бетховен. Он был резок, грубил всем подряд и обладал потрясающим умением создавать вокруг себя невероятный хаос, с которым не могли справиться слуги. Неудивительно, что его жилье всегда было в жутком беспорядке. Кроме того, великий композитор не особенно заботился о своем внешнем виде, редко брился и потому дома напоминал не гения, а какого-то дикаря с необитаемого острова. Альфред Хичкок Современники Хичкока, режиссера, подарившего миру триллеры с особым нагнетанием атмосферы, говорят, что в первое время он казался милым человеком, но долго терпеть гения в качестве собеседника было просто невозможно. У Хичкока было очень своеобразное чувство юмора. Например, он вполне мог подарить 400 копченых рыбешек человеку, который не переносил запах рыбы. После чая, утреннего или полуденного, Хичкок бросал чашку через плечо и ждал, пока она разобьется. Эта привычка сохранилась у него на всю жизнь, и он говорил, что это хорошо для нервов, поскольку снимает напряжение. Гораздо лучше, чем ругать актеров. Знаменитый режиссер наизусть знал название и расположение нью-йоркских улиц, а также график движения поездов в большинстве штатов, и вообще был чрезвычайно педантичным человеком. А еще он никогда не смотрел собственные фильмы, потому что считал их слишком страшными. Недостаточно странно для гения. Что ж, помимо прочего, Хичкок страдал очень редкой фобией. Он боялся предметов овальной формы. Только представьте, какой стресс для него представляли обычные вареные яйца. Пабло Пикассо И напоследок еще один всемирно известный художник, основоположник кубизма и самый дорогой художник в мире. Полотна Пикассо занимают первое место по популярности среди похитителей произведений искусства. И похоже, что нечто подобное художник подозревал еще при жизни. Так утверждается, что Пикассо всегда держал при себе оружие, когда торговался с покупателями картин, якобы чтобы они не слишком сбивали цену на его полотна. По другой версии, Пикассо в принципе слишком сильно любил оружие, особенно свой револьвер. Имея довольно нездержанный нрав, во время прогулок по улицам Пикассо любил стрелять в прохожих. Не по-настоящему, само собой. Если человек ему не нравился или он не сошелся с ним характером, художник доставал револьвер с холостыми патронами, целился в человека и производил несколько выстрелов. Пссс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok